Свои визиты депутат Государственной Думы Валерий Трапезников не любит афишировать. Специально не сообщает о них муниципальным властям. Машина без мигалки, сам без галстука. В программе встреча с профсоюзными активистами, визит в Центр занятости и откровенный разговор с жителями в приемной партии «Единая Россия». Я встречался с работниками службы занятости. У вас ситуация благополучная, то есть количество вакансий у вас намного больше, чем людей, которые встали на учет. То есть, можно сказать, что благополучный район в Пермском крае, где с работой вроде бы все хорошо. Конечно, для члена Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов приоритет эти вопросы социальной сферы. Но для бывшего токаря Пермского завода «Стар» близки и понятны и многие другие темы. Например, проблему ЖКХ. Разговор с жителями оказался жарким, ведь многие соликамцы, не стесняясь эмоций, высказывали свое возмущение. К примеру, платежки за ОДН. Нас, кто имеет счетчики, показания, стали брать вообще неразумную сумму, если у меня... А счетчики все поставили? Нет. Но вы знаете, что с 1 января 2015 года вступил закон... Это я знал в прошлом году. Мне это не нужно, чтобы я вам скажу вот что. И получилось так. На данный момент, например, из 64-х квартир 37 не имеют, а 27 имеют счетчики. И вы платите за все? Все. Действительно, проблема с цифрами в платежках заводу очень насущна, ведь для ее решения нужно всего лишь установить общедомовой счетчик и счетчик в каждой квартире. Но не все жильцы это понимают. Еще один плюс в установке счетчиков, как пояснил депутат Госдумы, это то, что совсем скоро тарифы снова поднимутся. И чтобы ваш кошелек не страдал, лучше заранее установить счетчики. О чем еще говорил депутат Госдумы с жителями, как он оценивает отмену прямых выборов мэра и перспективы объединения Соликамска и Соликамского района. Об этом мы расскажем в наших следующих выпусках.